добро пожаловать на мой канал и сегодня возвращаюсь к вам с темой о беременности о мамочках как живут они здесь за границей какие есть плюсы и минусы рода если вам такая интересная тема то продолжайте смотреть дальше итак для всех новых подписчиков я напомню о том что я родила здесь в польше в октябре 2016 года девочку давайте сначала поговорим о том какие же все-таки минусы родов в польше первый самый главный минус это проблема с языком то есть языковый барьер это общение это незнание каких-то медицинских терминов скажу о себе что я с больницами на вы то есть вообще не знаю знаю что такое грипп я знаю что такое наспорт но какие-то медицинские термины даже в русском языке я их не знаю что касается в польском так для меня это вообще был как новый такой словарь который нужно было обязательно учить хоть сейчас на данный момент я общаюсь на польском языке и понимаю все что мне говорят да мне не составляет труда с кем-то найти какой-то общий язык на польском языке но вот в медицине я вообще захожусь в ступор но самое главное что если мне что-то говорят я что чего-то не понимаю google переводчик а также википедия спасибо что вы были созданы и вы мне очень сильно в этом помогаете поэтому с помощью гугла переводчика также википедии я очень много узнаю разных терминов разных новых слов с которыми нужно встречаться и от этого никак нельзя увильнуть потому что все равно к педиатру каждый месяц ходим на какие-то плановые проверки все равно врач что-то говорит говорит свои заключения свое поэтому нужно его понимать и нужно вообще осознавать то что он говорит чтобы не стоять с такими глазами выпученными и думать что же все таки произошло с моим ребенком что касается также медицинских терминов и каких-то медикаментов не стесняйтесь спрашивать у вашего врача либо педиатра неважно поначалу я точно так же приходила мне там говорила врач что вот вам нужно сделать прививку то например на ротовирус да я зачем почему для чего она делается и она мне спокойно рассказывала и я потом понимала что мне было так что мне сказали какое-то слово я выходила и думала боже мой что это такое зачем она мне надо нет я потом осознанно понимала для чего это и почему это нужно сделать следующий недостаток и минус это если вы не застрахованы здесь больше тогда вы будете рожать здесь платно и как мне уже писали и вообще мне в том году говорили что от 5000 но на самом деле пишут что трех с половиной тысячи злотых стоят роды я вам скажу так что все зависит от региона от твоего водства да в котором вы живете потому что если вы например рожаете варшавы то понятное дело там будет дороже если в познанию то тогда дешевле но все зависит от регионов от городов следующий недостаток если вы переезжаете сюда только когда вы там забеременели либо ну вот начальные этапы вот беременности своей до либо же после родов то это непривычная еда а также непривычный климат скажу так что когда мы переехали сюда я еще не была беременна еще год здесь прожили как я потом забеременела но все равно непривычный воздух это что касается гданска это влажность повышенная это переменное давление переменной температуры очень сильно у нас были первое время опухшие лица нам очень хотелось сильно пить была какая-то обезвоженность что ли и мы очень много употребляли воды сейчас когда например мы даже налетали в том году в украину потом сюда вернулись очень чувствуется контраст и очень чувствуется перемена воздуха даже что здесь он как-то чище что здесь как-то легче дышать нежели в своей стране следующим немаловажным недостатком минусом беременности это одиночеством плане того что если вы приехали только с мужем сюда то вы же конечно понимаете когда уходите в декрет вы остаетесь как бы сами и муж старается поддерживать семейный достаток и он в основном чаще всего проводит больше времени на работе поэтому вот нехватка общения когда беременна потому что все равно какие-то свои вздыки появляются гормоны как-то и хочется побольше либо пообщаться либо наоборот хочется одиночество все у каждого индивидуально но вот это вот поддержка моральная когда особенно перед родами уже нужно рожать и ты не знаешь вообще что это такое особенно когда это происходит первый раз то очень хочется какой-то моральной психологической поддержки это хорошо когда у вас муж все время рядом и поддерживает вас а если он все время находится на работе приходит уставший но явно ему там немножко не до вас конечно он все понимает но все равно чувство одиночества кажется поэтому в такие моменты нужно не паниковать не унывать не нервничать нужно находить для себя какие-то занятия хобби читать книги как-то развиваться и поверьте ходить на какие-то курсы для беременных ходить например в бассейны все можно классно распланировать свой период беременности что в итоге он пролетит и вы даже его не заметите также еще одним недостатком не то что недостатком может быть минусом может еще кому то как очень многие часто спрашивают что если ребенок родился здесь больше значит он получает гражданство нет ребенок родившийся здесь польша он получает такое же гражданство как его родители то есть если один из родителей имеет польское гражданство то тогда ребенок конечно будет поляком а если же нет то будет то принимать гражданство которое имеют родители следующий также часто задаваем у меня вопрос на канале о беременности, это о пособии на ребенка. Так вот, я вам скажу так, если у вас карта побыта без доступа к рынку труда, неважно, работали вы, не работали, были, сидели просто дома, тогда о никаких пособиях речи вообще не может быть. Если же у вас карта побыта с доступом к рынку труда, тогда вы можете претендовать как на единоразовую помощь тысячу злотых, так и если вы не получали материнских в течение декрет, тогда в течение года вы еще тоже можете получать по тысяче злотых. Следующим нюансом это врачи, акушеры и вообще гинекологи, большая часть и больше процентов это мужчины. Польки девушки здесь выбирают мужчин гинекологов и в основном, у кого не спрошу моих подружек, у них всех мужчины гинекологи, они больше к ним доверяют и считается, что мужчина гинеколог лучше специалист, нежели женщина. Был недостатком, потому что, когда я искала врача, очень было много мужчин, поэтому женщин, чтобы хорошего врача найти, очень тяжело. Также еще одним недостатком является то, что если вы ходите к бесплатному врачу, то готовьтесь к тому, что будут очередя. Чтобы записаться к своему гинекологу, нужно за месяц становиться на очередь, а то и бывает и за два месяца, чтобы к нему дозвониться, тоже говорят, что тяжеловато. Я не была у бесплатного врача, я наблюдала всю свою беременность у платного врача. Маленьким таким недостатком, когда вы находитесь на бесплатном обследовании, то у вас, конечно, плюс является тот, что у вас тогда и анализы бесплатные. Но минус, что вам придется ездить по многим лабораториям, то есть вам нельзя будет приехать в одну лабораторию и сдать все анализы. Бывает так, что направление вам могут дать в инвикто, следующее направление в брус, третье еще куда-то, то есть нужно будет покататься. Теперь давайте перейдем к самому главному, самому позитивному и более приятному. Это плюсы ведения здесь беременности и почему многие хотят сюда приезжать за границу и рожать здесь. Опять же, плюсы выделяю я только из своего опыта. У меня первый ребенок, поэтому мне нет с чем сравнивать. Я, конечно, не могу сказать, что вот там было лучше, а здесь там хуже. Я сужу по мнению своих подружек и первым фактором для меня это же, конечно, отношение врачей. Я как-то к больницам очень положительно отношусь, я думаю, что очень много таких людей. Был страх, когда я буду рожать, как врачи ко мне будут относиться, потому что это все равно другой язык и другой какой-то менталитет и другое общение. Но я была очень приятно удивлена, потому что от самого начала то есть я попала очень хорошему к врачу-гинекологу. Она очень хорошо наблюдала меня, то есть все спрашивала. Всегда было очень хорошее приветливое общение. Потом на приеме, да, то есть в избе пшиенчета, когда вы приезжаете и вас регистрируют, там тоже очень была милая женщина, которая все рассказала, как, что нужно делать, все объяснила, провела в палату. И потом акушерка. Я вам скажу, наверное, большая часть процентов родов зависит от акушерки, от ее отношения к вам. И если у вас с ней появится связь между вами и акушеркой, тогда роды пройдут очень легко и очень быстро, потому что вы тогда начнете прислушиваться к свою акушерку, она вам будет помогать при этом. И, конечно же, никто не хочет, чтобы вы там сутки лежали и рожали, да. Всем как нужно побыстрее, чтобы родить и безопасно. Следующим плюсом является, вы один раз посещаете врача, своего гинеколога, либо свою акушерку в течение беременности один раз в месяц. Если нет никаких отклонений, нет никаких патологий, нет никаких проблем с введением беременности, тогда одного раза в месяц будет предостаточно. И я знаю, что многие там пугались, вот, я там чуть ли не каждую неделю ходила в Украине к врачу, наблюдалась, она мне смотрела, здесь только один раз и больше не хотят понимать. Но если у вас всё хорошо, ну, радуйтесь наоборот, это же классно, если вы меньше туда ходите и меньше чего-то знаете. Если у вас всё идёт так, как нужно, то смысл проверяться, смысл ходить к врачу часто, и я этого не понимаю. Мне было достаточно одного раза в месяц, она проверилась, всё нормально, всё, я ушла, я спокойная. То есть не было такое, как говорят, что когда ты ходишь в беременность, да, ты просто начинаешь мучительные забеги по всем больницам, по всем анализам. Здесь вообще я с таким не столкнулась, ни с чем. Я приходила просто один раз в месяц к врачу, и раз там в два, либо в три месяца, я уже не помню, назначались анализов. Следующий момент, то, что меня радует, в сравнении с подружками моими, это никогда не пичкают таблетками здесь врачи. И здесь прописывают только то, что вам нужно. За всю мне беременность мне прописали витамины для мам. Я только пила витамины, и мне этого было достаточно. Конечно, у каждого всё зависит от состояния здоровья, а также вашего образа жизни. В Польше часто практикуют партнёрские роды, то есть чтобы муж присутствовал при родах. У меня муж тоже присутствовал при родах, это я очень... Но это вообще отдельная история по этому поводу. Не буду сейчас на ней углубляться. Но здесь ещё плюсом тем, что мужчине, например, не нужно сдавать никаких анализов, не нужно каких-то проверок. Ему просто перед тем, как он идёт с вами в палату, выдают специальный костюм. То есть такой, знаете, костюм медбрата. Он сделан как из марлевой такой ткани, кофта и штаны, и бахилы. То есть на обувь. Всё, он с вами проходит и без проблем может находиться с вами в палате. Практикуют в Польше также роды в воде. Это очень сейчас становится популярным, но скажу, что не во всех больницах это есть. Также практикуют вертикальные роды, то есть вы сидите на специальном стуле с отверстием и рожаете. А также традиционные роды, то есть в горизонтальном положении. Если вы страхованы, вы можете посещать в Польше бесплатные курсы для будущих мам. В каждом городе, в принципе, они есть. Есть платные и есть бесплатные. Поэтому поинтересуйтесь в интернете. Очень много информации на эту тему. Также проведение родов естественным путём, без каких-либо вмешательств. То есть Кесарева уже делают самый последний момент, когда реально уже видят какую-то угрозу для вас и вашего ребёнка, когда видят, что вы не можете справиться, либо в том случае, когда мать не может родить сама. То есть это изначально видно при ведении беременности. Также является плюсом, что возле каждой кровати есть кнопка. Вы можете вызвать так себе медсестру. И мне очень понравилось отношение медсёстр в больнице. Да, не получалось, например, приложить ребёнка к груди. Либо он нервничал, либо плохое было самочувствие. Никогда никто на тебя не смотрел свысока. Никто не говорил, что фу, какая же ты мать тогда после этого. Сразу просто все остановились и начинали помогать, объясняли, как нужно прикладывать, как нужно держать, как нужно пеленать, куда нужно ложить. То есть очень хорошее было человеческое отношение. Но это что касается моих родов. Я, конечно, не знаю, у всех ли так, либо нет. Вот такие вот плюсы и минусы здесь родов. В Польше также ведение беременности. Это были как для меня. Конечно, это очень маленький список. Его можно продолжать и бесконечно. А вообще, скажу вам так, как вы будете настроены на эти роды, вообще на свою беременность, так они и пройдут. Если вы будете позитивно думать, поменьше читать информацию в интернете, плохое и странное, которые разные мамочки пишут, что происходило, и настроитесь на позитив, тогда все будет хорошо. И на сегодня это все. Поделитесь со мной своим мнением, стоит ли рожать здесь в Польше. Будет очень интересно их почитать. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok